Когда он, говорит, сам Кадырова, когда он был еще муфтием, он, говорит, встречался с Путиным не в Кремле, а на квартире. Как вам такое? Вот эта вот встреча Кадырова, значит, с Путиным на квартире, она нам очень многое объясняет. Она нам очень многое объясняет. Ты мог... И еще одно заявление, которое прозвучало во время его беседы с иоданскими чеченцами, это ящик, дословно, он говорит, больше всего он говорит, кого убивал пророк, мир ему и усеяние Аллаха? Евреев, отвечает Кадыров. Я в шоке. Ты где это взял, Кадыров? Где ты взял эту информацию, что пророк, мир ему и усеяние Аллаха, больше всего убивал евреев? Откуда это? Где вообще информация о том, что пророк вообще кого-либо убивал? Давай начнем с этого. Но если речь идет о том, о борьбе, о сражениях, то где ты видел хотя бы, кроме одного случая, да, я знаю один случай из сиры пророка, мир ему и усеяние Аллаха, это племя Бану Курейза, это то племя, которое, сговорившись с урайшитами, напало на мусульман тогда в Медине. И за это это племя было осаждено, затем были казнены их мужчины, которые являлись их армией. Это единственный случай на моей памяти, когда было какое-то сражение с иудеями. Потому что Бану Курейза это было иудейское племя. Но я допускаю, что может быть я еще чего-то не знаю, может быть, да, такое вполне возможно. Но как можно сказать, кого больше всего убивал пророк? Евреев говорит. Где? Как? Если все сражения, большинство всех сражений, которые были во времена пророка, мир ему и усеяние Аллаха, они были скоро ишитами. Скоро ишитами и их союзниками. А их союзниками в большинстве своем были другие арабские племена. Откуда ты взял, что больше всего пророк боролся с иудеями? Откуда ты взял эту информацию? Ты ее ниоткуда не взял. Ты просто решил поспекулировать на этой теме, учитывая, что иорданские чеченцы, это люди, жившие, воспитанные в Иордании, соответственно, антисемитские настроения в арабских странах, они более сильны, соответственно, эти чеченцы тоже впитали себя наверняка, да, это. И ты гнешь вот эту вот антисемитскую волну. Это уже не первый раз, когда ты в Чечне пытаешься поднять эту антисемитскую волну. Были до этого заявления, всякие ЧГТРКшные там репортажи, где, например, вы пытались сказать, что Джохар якобы еврей, тем самым как-то, ну, выставить это в обвинение, что ли. Целенаправленно вы сейчас вот эту вот пропаганду какую-то антисемитскую делаете? Для чего вы это делаете? Для чего вы хотите стравить чеченцев с евреями, с которыми у нас никогда не было никаких, ни войн, ничего подобного? Почему вы пытаетесь эту волну поднять? И пусть теперь твои муллы в лице Шахидова, Межиева, пусть они теперь приведут какое-нибудь доказательство этим твоим словам, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, больше всех, значит, он у нас боролся с иудеями, или, как ты сказал, и убивал иудеев. Это дословная цитата. Ты сказал, с кого больше всего убивал пророк, мир ему и благословение Аллаха? Евреев, сказал ты. Теперь пусть твои муллы приведут этому какое-нибудь обоснование. В этом эфире, то есть в этом репортаже, Кадыров сказал еще одно очень интересное, значит, сделал заявление, которое до сих пор я ни разу не слышал, но я обратил на это внимание, и оно очень многое на самом деле объясняет. Вот давайте я его специально, значит, вырезал из этого их репортажа. Давайте послушаем тут буквально несколько секунд. Кадыров говорит, его отец, то есть Ахмад, он когда, говорит, разговаривал с Путиным, не в Кремле, а в квартире, говорит. На квартире они общались. Это оговорочкой по Фрейду или что это? Вы решили раскрыть нам все карты. Что это было, Кадыров? Когда он, говорит, сам Кадыров, когда он был еще муфтием, он, говорит, встречался с Путиным не в Кремле, а на квартире. Как вам такое? Вот эта вот встреча Кадырова, значит, с Путиным на квартире, она нам очень многое объясняет. Она нам очень многое объясняет. Ты мог бы все вот эти вот сказки нам не рассказывать, про то, что он сказал там, если мой народ скажет, то я подпишу и прочее. Вот без всех этих сказок ты мог просто вот эту фразу сказать, что Кадыров, мой отец, встречался с Путиным на квартире, где-то на конспиративной квартире в России. А после этого, значит, у нас началась война, и мой отец стал российским наместником. Этого было бы достаточно, без всяких этих сказок. Задумайтесь над тем, как такое возможно, что муфтий Ичкерии встречается с Путиным не в Кремле, а где-то на квартире. Как? Вы можете себе сегодня представить, что муфтий Дагестана встречается с Кады, с Путиным не в Кремле, а где-то на квартире? Как, зачем, почему они встречаются на квартире? Подумайте над этим. И в завершении, Кадыров, ты сказал, что якобы ты готов с любым говорить, объяснять, дискутировать с кем угодно. Я сейчас выразил этот момент тоже. Давайте его прослушаем тоже несколько секунд. Часами, я, говорит, могу объяснять, любому доказывать, значит, аргументировать и доказывать свою правоту. Так вот, Кадыров, знаешь, очень легко посадить перед собой 150 иорданских чеченцев, которые никак тебе не будут противоречить, не зададут тебе никаких острых вопросов, не ткнуть тебя в твои противоречия, посадить их и полтора часа вести с ними монолог, рассказывать им о том, какой ты хороший. И после этого заявлять, что я вот любому докажу, часами могу ему объяснять. Если ты можешь кому-то что-то доказать, то попробуй доказать это мне. Я вызываю тебя, я принимаю вот это вот твое заявление, я говорю, докажи это мне, Кадыров. Несколько твоих прихвостней, Даудов, Умаров, Джамбулат, они уже попытались это сделать. Даже Шевченко тоже подпрягся в эту тему. Но ни у кого не получилось. Все они разбивались об те факты, которые я им приводил, об те противоречия, которые, об те, это сильно я сказал, да? А те противоречия, на которые я указывал. Знаешь, все вот эти вот твои корабли, они потонули, бились об этом. Попробуй теперь ты. Ты же говоришь, что ты любому можешь доказать. Докажи это мне. Давай. Со мной ты не сможешь вот так разговаривать. Мне ты не сможешь часами, как ты говоришь, что-то объяснять. Ты не сможешь. Мне, со мной тебе придется дискутировать. Тебе придется спорить. Тебе придется отвечать на очень сложные вопросы для тебя. Я тебя буду тыкать в твои противоречия. Понимаешь? Указывать тебе на них. И тебе придется выпутываться. И ты этого сделать не сможешь. Несмотря на всю твою одаренность, то, что ты академик, то, что ты кандидат экономических наук, что, ну, все там твои регалии, я не закончу сегодня перечислять. Несмотря на все это, ты не выдержишь этого дискуса. И ты это прекрасно знаешь. Диспута, прошу прощения. Ты это знаешь прекрасно. Поэтому ты никогда не выйдешь на этот диспут со мной. Не нужно делать вот эти вот пафосные заявления. Мы любому будем объяснять там, типа, часами. Ты вот так вот посадишь перед собой людей, которые либо будут тебя восхвалять, как это делали несколько человек из этих иорданских чеченцев, либо будут просто молчать. Никак тебе не перечи. Ты вот с таким же успехом ты можешь перед собой расставить стулья, шкафы поставить и их также часами грузить, рассказывать им о том, какие вы были хорошие ребята, ты и твой отец. Но мне ты этого не сможешь сделать. И ты это прекрасно знаешь. Со мной ты не вытянешь разговор. Поэтому не делай подобные заявления. А раз ты уже сейчас его сделал, я тебе делаю вызов. Я говорю, давай, докажи это мне. Докажи это мне. Проведи этот диспут со мной. Учти только, что часами говорить, мне что-то рассказывать, что я тебя буду слушать, это не пройдет. Со мной ты будешь именно разговаривать. Мне ты будешь отвечать. Я тебе буду задавать вопросы. И они будут очень для тебя неудобны. Если надумаешь ты, я думаю, ты найдешь способ на меня выйти. Ну а если не выйдешь, если ты на это не готов, тогда не нужно делать эти пафосные заявления, если у тебя не хватает на это мужества. Ни мужества, ни опыта, ни мозгов. Так, все на этом. Субтитры создавал DimaTorzok